Всем хай! Изначально это должна была быть обычная проверка популярного адвент-календаря с Валбересном. Ребят, это тестер шампуня! Что-то пошло не так. Ребят, вы что охереть, когда вы это увидите? Несерьезно, все нормально у вас там. Гель для душа в пробнике. Кинули вещь, которая через полгода просрочится. Ура, очередной кринж-адвент. Я не хочу больше распаковать этот календарь. Я в шоке просто, что это? Но давайте обо всем по порядку. Здравствуйте, дорогие друзья. Нет, если что, я не в лифчике. Я просто недавно купила себе новый топик от Prada за 88 тысяч рублей. Комбинировала его вот с таким вот зип-худи. Это хэштег не реклама. И решила, что самое время нам распаковать с вами адвент-календарь с Валберес. Потому что лук полностью этому соответствует. Такой адвент-календарь стоит 8 или 6 тысяч рублей. Что-то в этой категории, потому что цена постоянно скачет. Я купила его на черной пятницу, поэтому получила скидку. Что в этом адвент-календаре, я без понятия. Но я точно знаю, что здесь находятся бестселлеры с Валберес. Поэтому страшно представить, какую чушь они сюда напихали. Не, ну серьезно, какие могут быть ожидания от адвент-календарь с Валберес? Хотя если сюда накидали крутой китайской косметики, не иронично крутой, я буду довольна. Распаковочка чек, минутка АСМР. Вообще-то у нас серьезное взрослое видео. О, вау! Кстати, выглядят гораздо лучше, чем я думала. Прикольные коробочки. Правда, никакого брендинга Валберес нету. Такое ощущение, как вот тут просто какие-то рандомные штуки. Я совершенно не накрашена, потому что я хочу попробовать сделать из этого всего макияж. Ибо они заявляют, что здесь косметические бестселлеры. Ну, давайте будем краситься и смотреть, что же нам предлагает ВБ. Циферка 1. Насчет косметического адвент-календаря я бы поспорила уже примерно сразу. На ней. Что? Заколка, серьезно? Сколько еще раз этот адвент стоил? Ну, 6-8 тысяч. Это даже я не... Что это? Типа, да, я понимаю, это была очень модная вещь. Скорее всего, в 23-м году эта штука действительно была в топах продаж УВБ. Короче, я не буду говниться раньше времени. Ну, давайте пойдем, смотрим, что будет дальше. Вопросов у меня больше, чем ответов, потому что эта заколка, она даже, ну, не как прищепка идет, получается. Это реально вот такая вот заколка. Я кто после этого всего? Трэш. Блин, тут такие маленькие эти штучки, кажется, что там будет, наверное, то же самое. Если к концу этого видео я буду без макияжа, вините в этом, Вайлдрюс. Циферка 2. Так, ладно. Первое средство это вот такой вот гель для бровей от Vivienne Sabo. Гель потрясающий, вопросов у меня к нему нету. Кстати говоря, адвент календарь от Vivienne Sabo с 12 тысяч, я уже тоже распаковала, обязательно его посмотрите. Ну а мы начнем, получается, макияж сегодняшний из геля для бровей. Интересный выбор, ну и ладно. В самом конце видео я бы хотела прям, знаете, запариться, зайти на Wildberries и подсчитать, что и сколько стоит, поэтому, пожалуй, я этим займусь. И мы с вами посмотрим, насколько большая у нас получается выгода. Да, трэш? Итак, циферка 3. Очень легкая, как будто бы там какая-то точилка. Так, смотрим, что же там. Я думаю, кто пользовался хотя бы раз этим средством, сразу поняли, что это. Кто не пользовался, объясняю. Это такая одноразовая штука для умывания от корейского бренда Etude House. Смысл в том, что, правда, обычно вы покупаете вот такую вот большую упаковку, там лежит много вот таких вот штучек, а здесь они решили даже нет упаковки, а тупо рандомную одну эту фигувину оттуда достать и все. Причем, что самое прикольное, тут нет даже никакой маркировки на русском языке, тут буквально они доставили именно из корейской упаковки, потому что здесь все на корейском. Типа, с одной стороны, конечно, это прикольно, но с другой стороны, это то же самое, что вы покупаете комплект помад, и вам просто продают одну помаду из этого комплекта, и вы за это еще платите свои деньги. Ну, короче, больше вопросов, чем ответов. Я пока что в шоке, ладно. А что еще можно было ожидать от Adventist Wildberries? Цифра 4. Так. Вторая такая штука. По-моему, да, она такая же легкая по звуку и легкая по весу. И, не серьезно, все нормально у вас там. За что я, блин, заплатила свои деньги? Я все понимаю, но пока что тут нормальный продукт, только Vivienne Sabo, как ты вообще сюда попал, Vivienne Sabo, ты что, ты потерялся? Ты не в тот Adventist календарь пришел. А, я поняла, он шел в свой, но пришел в этот. На радость нам, видимо, единственное, что здесь будет окей. Ладно, поехали дальше. Цифра 5. Это по упаковке похоже на палетку. Если будет палетка, это, конечно, все реанимирует, особенно, если это будет какой-нибудь Flower Nose, который на Wildberries продается. Там зеленая палетка? Нет? А ты думаешь, что там? Я не знаю. Вот как ты думаешь, что в этой большой штуке может быть? Просто вот скажи мне. Три, два, один. Это было время, чтобы вы могли высказать свое предположение или хотя бы подумать. Серьезно? Это одиночная тканевая маска. Как ты думаешь, насколько у нас пока что состав этого бьюти-бокса получается? Потому что, по моим ощущениям, ну здесь рублей 500. Даже меньше, я бы сказала. Вот эту штуку, по-моему, он 360 рублей стоил, насколько я помню. Может быть, сейчас дороже. Но, типа, все остальное, этому цена сотка. Суммарно причем. Что это? Хорошая маска или такая-брань? Ну, Доктор Джарт это хорошая маска, но я не могу сказать, что это как бы то, что... Вот в такую большую коробку, которую нас в базе следовало положить. Трэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Причем они все из корейских упаковок, понимаешь, когда типа вещь продается, она всегда дублируется на русском языке или на английском, ну типа в зависимости от поставщика. Здесь даже дубляжа на русском нет, они просто открыли какую-то коробку, которую купили типа рублей за 300 и вот так вот растащили всем на адвент календари в Вайлберрисе, чтобы собрать. Какой трэш! Боже, надеюсь, у меня там ничего лишнего не торчит, хотя что там лишнее? Женское тело прекрасно и восхитительно, вот что я вам скажу. Мне нужно выпить. Это кофе лимонное, если что. С этим адвентом вот чисто просто другие напитки надо пить. Цифра 7. Снова мы открываем огромную какую-то штуку, на ней нарисована лень. Это то, как я себя сейчас чувствую после таких трат. Ну ладно, здесь что-то тяжелое, скорее всего. Сейчас будет предположение. Я думаю, что здесь будет какой-нибудь скраб де акт, вот который самый хайповый на Вайлберрисе. Я тоже не уделала блар, мне кажется, он тут сейчас будет. Что это такое? Может, это он и есть просто? А, да, это он и есть. Прикольно, я угадала. Но я на самом деле просто видела, что на обложке, когда покупала этот продукт, там было написано бестселлеры и там был вот этот вот скраб и еще какая-то пара очень хайповых вещей СВБ. По-моему, там тоже какой-то китайский гель для бровей был, но это был не вегенс его. Ладно, давайте его распакуем, посмотрим. Потому что конкретно вот эта вещь, она хорошая. У меня к ней ноль претензий. Я пробовала с вкусом, по-моему, кокоса и мне понравилось. А это с вкусом кофе. Ну, давайте понюхаем. Не, ну по запаху хайпово. Пробуй. Ладно, хоть что-то, знаешь, хорошее, но мне кажется, Зак, это вот постучались как бы с Лайлберрис и предупреждают, что ты там осторожней в своих высказываниях. Я просто хотела сказать, что это единственное, что пока что здесь было нормальное вместе с Винсабон. Они такие, да, да, да. Да, да, ты продолжай хвари. Продолжай. Короче, пока вот эти вот только две вещи меня радуют, все остальное, это, конечно, хлам. Я напоминаю, какая цифра у нас была. Цифра 7, то есть за 7 предметов мы получили пока что 2 штуки. Я все еще не накрашена, я в шоке. Цифра 8, поехали. Что-то снова маленькое и легкое. Если я опять будет тестер корейской косметики, я реально преисполнуюсь. Мне кажется, вы знаете, степень его преисполнения... Реально? Жесть. Ой, все, жесть. Только это гель для душа. Это пробник геля для душа. Это, мать его, гель для душа в пробнике в адвент-календаре за 8000 рублей. Как это, блин, так? После этого, знаете, вот несчастный этот календарес, с которым все... Фуууу, купленный обзор! Но там нечего покупать. Адвент гер... Ой, господи, германский. Адвент немецкий, продается только в Германии. Его не купить. Вот, после этого за 3000... Какой там был адвент, ребят? Если вы реально сомневаетесь, что вот после этих адвентов за 8 косарей, как ты покупаешь за 3000, и там полноразмерки, еще и лак, и какая-то фигня, и тебе это нравится, это, конечно, так не реклама. Ладно, поехали дальше. Я уже... Это не оригинальный ОМГ. Это не оригинальный ОМГ. Во-первых, тебе не кажется, что он как будто поюзанный? Ну да, странный. Он очень странный выглядит. Только очень, знаешь, что это? Это как будто бы брак скинули. Кстати, возможно. Это прям похоже на то, что брак скинули. А почему ты ваш не оригинальный? У меня есть оригинальный, он другой. А-а-а. У меня просто он и по резинке другой, и по размеру другой, и по цвету другой, и упаковка. Но в такую упаковку бы не положили. Он, ну, типа, как вот эта вот штука, то есть он бы шел в отдельные свои индивидуальные упаковки, а здесь просто, типа... Прикольно, конечно. Ну, серьезно. Левак в адвенте от Вэлбрис. Ничего не утверждаю, но это явно не оригинальный ОМГ. Типа, это 100% сказала. Она не утверждает, но утвердила. Номер 10. Ого! Это не тестер шампуня? Вау! Да я поняла, все, успокойся. Это у нас Dolce Milk. Ладно, Dolce Milk. Кокосовый бальзам для губ. Нет, не кокосовый, шоколадный. Это хорошо. Пробуем, открываем. Я думаю. Здесь написано, что дата изготовления 6 месяца. Это какой? Июнь? Июнь, да. 6 июня 2022 года. Срок годности 24 месяца. То есть, соответственно, уже июль прошел, потому что сейчас 23 год. То есть, короче, они просто скинули вещь, которая через полгода просрочится. Да. То есть, в 24 году, в июне, этот бальзам уже будет просрочен. Ммм, пус ногах. На губах. Блин, какой кошмар. У меня нет комментариев. Я просто кто вместе с этой дрелью? Макияжа на моем лице так и нет. Так и нет. Грустно грусти. Дольше мил, как всегда в своем репертуаре. Вкусно. Не грустно. Хорошо, мило, приятно. Жаль, что просрочится скоро, а так все хорошо. Типа, окей. Ладно, допустим, у нас есть даже уже три немусорных предмета. Не считаю, что одного срок годности скоро выйдет. Ждя у остальных. Так, ладно, давай проверим. АТ-акт до 25 года срок годности. Все нормально. Ну, это, я думаю, просто не будет указано, скорее всего. Это нужно на коробке смотреть, а коробки у нас уже нету. Мы выкинули. Но я думаю, что гель для бровей нормально все с ним. Новый, 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 новый год. Сюрприз. Новогодний вечер. Бум, 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 бум. Как думаешь, это будет затычка для пупков? Затычка для пупков! А еще говорят, что она лечит от шизофрении. Нет, серьезно, это не я придумала. Так реально пишут на маркетплейсе, что если у вас шизофрения, то это неплохое средство, чтобы ее купировать. Значит, ну и гель для лица. Ой, для этого. А, это, да, для тела. А, понятно, очень щедро. Я просто не понимаю, у Вайлдбрис столько денег, почему? Ой, подождите, это шо? Вот где наши деньги были зарыты! Палетка! Бьюти... Ой, господи, это Вивьен Сабо! И тушь от Шик! Вау! Что произошло? Может быть, это была тактика? Может, они специально сначала какое-то говничье закинули? Что-то такое, фу-фу-фу, ну и хрень, ну и хрень. А потом такой... Косметоз! Кстати, точно такая же палетка была в адвенте от Вивьен Сабо. Человек меня задолбал уже долбить. Вот нахрена он долбит, когда я видео снимаю? Кто ты? Успокойся, молодец. Давайте накрасим ресницы. Палетку не хочу тестировать, потому что у меня же такая палетка есть открытая, лучше я ее оставлю. Вот реснички мы с вами накрасим и проверим. У меня никогда не было туши от Шик, поэтому заодно и посмотрим. Палетка хорошая, кстати. Палетка, да, очень даже неплохая, типа серия нейтральная. Кроме, у меня была норма. Слушайте, тушь, правда, кстати, очень хорошая. Я не знаю, сколько стоит тушь от Шик Бьюти, но она прям хороша. Смотрите, какие хорошие ресницы у меня получились. Прям длинные, классные. Давно они долбят? С утра. Блин, трэш. Так они с перебоем. Яйца все насыщут. А, так это те самые яйца, которые все насыщуты, трэш. Ладно, поехали дальше. Теперь у нас как-то, знаете, настроение повысилось. Еще кофеечку бахну. Хай, номер 13. Да я вам отвечаю, это тактика какая-то. Ой, это что-то самое. Да, за 90 рублей. За 40. А за 40... Нет, ну знаешь, после вот этого всего, вот после тестеров просто геля для душа, какой-то вот настоящий, полноценный цветной блеск воспринимается, значит, тинт, извините. Ну, нанесем давай. Ой, запах-то какой. Вкусно пахнет. Хорошо. Уважаемый тинт. Один из любимых. Короче, рассказываю, как все было на самом деле. Сначала я открывала настоящий адвент календарь с Wildberries. Потом Wildberries постучались такие, блин, вот ей не понравится, надо срочно ей заплатить за рекламу. И такие заплатили за рекламу, еще и продукт хорошие положили, поэтому вот теперь я радуюсь, и теперь ничего не обсираю. Вот это все так работает, 100% так и было. Хэштег не ложь. Ну, это вообще не мой цвет, как бы мне он, в принципе, не нравится, он мне не идет, как мне кажется, но кому-то будет норм, потому что пигментация его, как насколько пигментирована, здесь все видно, просто не мой оттенок. Сначала у нас номер 14. Помните, вот в каком-то году, по-моему, в 17-м модно было наклеивать на нос такие штуки, потом сдирать, и типа у тебя черные точки уходят, вот это оно. Ну, просто все, рекламный бюджет закончился, поэтому теперь мы снова приступаем к тому, что плод говорим. Нельзя же говорить объективно, например, можно говорить только, как тебе скажут. Та-да-да-та-та-та-та. Пффф, позорящая. Не, ну что-то даст бы. Еще. Волосами, что ли? Да? Да, ладно. На нем волос, да, это не мой. На нем волос, Чей. Да мало то, чтобы в этом нет об окопке, но хотя бы в пластиковый маленький пакетик можно было положить. Так еще чужой волос. Серьезно, ВБ, вы это поносили. А потом положили просто... Нормально там вот все? Да, треш. Вот знаешь, я сначала обрадовалась, такая, типа, да это точно байт был. Они специально наложили всякого говна, а потом, типа, норм, но... Да. Меня опять забайтили. Вы понимаете, насколько они мета-ироничные? Сначала плохо, потом хорошо. Это думаешь, что будет классно, а потом снова плохо. Это такое у тебя разрывает сознание, происходит расщепление личности. Это опасно. Тебе должен пупок заткнуть просто. Это тестер для волос. Тестер для волос? Да. Это тестер какого-то продукта для волос, но не то, чтобы я могу понять, что именно меня тут требуется сделать. Потому что ничего кроме вот этого не было. А написано здесь на английском только фраза special hair clinic, то есть специальная волосяная клиника. Ну, не так, конечно, на смысл его ловили. Короче, это какое-то средство для восстановления, но что с ним делать, я не знаю. И что он сделает с моими волосами? По запаху это чистость протяга. Да? Да, кстати. Похоже на духи, но... А как его, типа, выливать просто? У них просто даже есть... Нихрена не написано, я не понимаю. Ну, в общем, вот какая-то волосяная фигня. Я не знаю, что будет с цифрю 17, но я думаю, что она меня разочарует. И судя по весу, там опять будет сраный тестер маленькой маски. Кто не знал, это любимое число весы. Ну, ты сейчас охереешь просто. Ребята, вы сейчас охереете, когда вы это увидите. Здесь по-настоящему королевский, конечно, подгон в номере 17 оказался. Они знали, кому, как бы, да, этот календарь поедет. Ну, давай. Я не хочу. Мне страшно. Я не хочу. Это королевский. Это корона-заколка. Ля, это что? Господи, боже. Не, ну я настоящая принцесска-лесунька. Мы, конечно, это все знаем еще с тех самых времен. О, господи, какой кошмар. Я сейчас буду плакать. О, боже, еще этот крапик, думаю, неудобно. Реально, волосы просто вот он их сжирает. Сейчас, нет, я его хорошо залеплю, чтобы все понимали, что я, вообще-то, этот, король. Ну, в общем, это лучшее, на что способна эта корона. Теперь вы знаете, кто из королевы. Бум! Королева распаковоча свалила брестчек. А что, реально, я ей заколоть, типа, вот так она должна носиться? А как еще? Это заколка в виде короны. Как же она должна носиться? Я не знаю, слишком много вопросов. Я пытаюсь обрадать этот продукт, но... Ну, Каролин, ты просто... У тебя только имя Каролина, но ты не разбираешься в королевских штуках. Поэтому, знаешь, у меня для тебя есть... Еще один тестер, вот. Спасибо. Это тебе. Я холопу. Сяо. О, ну, раз сяо, все, сразу любим. Эта корона не хочет здесь на моей голове. Ладно, я поставлю, типа, такая шальная императрица сбоку. Такая вот, типа, знаешь, оп. Ну, такая кокетка. Я сейчас сдохну просто. Это что за трэш? О, 19 тяжелый. Он прям, реально, он по весу как дат был. Думаю, там будет пудра. Я надеюсь. Нет. Это соль черного моря. Но не так плохо, на самом деле. Нет, на самом деле, на фоне этого всего, я бы сказала, это не то, чтобы плохо. Это отлично, отлично. Хорошо, потрясающе, великолепно. Великолепный век. Ну, да. Ну, я теперь, да, за королевство шарю. У тебя есть Римская империя? Да. Я часто о ней думаю, и, конечно же, она у меня есть. Все, вопросов больше не будет. Цифра 20. У меня будет сейчас вопрос к цифре 20, я полагаю. Блин, реально, серьезно. Мне нечего сказать, кроме слов. Это полный декаденс. Я бы назвала этот, с позволения сказать, данный календарь только так, а не как иначе, потому что полный декаденс его полностью оправдает. Плачешь, ты слаб. Что, милый какой-то? Нет, шампунь-тестер. Да блин, ну что за фигня? Давайте побыстрее с этим расправимся, вы знаете, нервные системы уже не выдерживают. Ты уже от смеха скатываешься в гнев просто и в отчаяние, в разочарование. Еще одна маска для волос. Такое ощущение, что они, что отель просто отграбили, знаешь, вот эти вот тестеры, те самые, кто забирают халаты и прочее. О, подожди, не радуйся раньше времени. Казалось бы, бьюти-спонжик, все хорошо. Ну, во-первых, есть нюанс, посмотри на его состояние, не знаю, видно это на камере или нет. На камере вообще не видно. Не видно, да? Но в жизни ты видишь, что он весь какой-то поеженый. Ну, типа, да. Весь очень грязный. И, во-вторых, эта упаковка, она снимается вот так, то есть тут нет вообще, ну, никакого типа скотча. То есть непонятно, откуда этот спонж, какого он бренда, типа, серьезно, вот чем я должна пользоваться. Тут нет никакой информации, а это, между прочим, извините, пожалуйста, продукт, который ты ноешь на свое лицо, который работает с влажными текстурами, с тоном. И тут нихрена не понятно, что за бренд, как это средство используют, да, если я, например, не знаю, кого использовать. Что это вообще такое? И почему упаковка использованная? Ну, посмотри, вот, жизни. Надо просто покрути. Она, наверное, вся обляпанная, она вся грязная, она вся в царапинах. Я понимаю, что правила хранения и т.п. и т.д. как бы, да, нарушаются. Все мы знаем все эти приколы с Wildberries. Но просто трэш. Ну, типа, серьезно. Вроде как бы и шутки шутить, а вроде ты за какое-то ужасное говнище отдала кучу денег, и это писос. Ладно, 24-я цифра. Я надеюсь, здесь просто бутылка самогона, чтобы люди могли преисполниться. Потому что после такого в 24-м только алкоголь должен быть. Виктория Сикрет парфюм чего? Парфюм? Да, без какой-то маркировки, без всего. И, походу, это паленый Виктория Сикрет этот, ну, молочко для тела. Здесь нет вообще ничего, и посмотри на эти края. Я не утверждаю, я не эксперт Виктория Сикрет, но кто пользуется молочком, вот этим вот всем расскажите. Как в вашей упаковке Виктория Сикрет выглядят или выглядели? Потому что, по мне, ну, я ни разу не видела такой неаккуратный Виктория Сикрет. Она реально очень странная. Подожди, я сейчас должна это сравнить, потому что это как бы так-то уже не шутки шутить, если мы говорим о таких вещах, что это, возможно, паль. Что это вообще за продукт, типа, что за приколы? И насколько он воняет, то есть мы доставили его с коробки вот за это. Ты чувствуешь, как воняет? Даже я чувствую. Я нашла оригинальную вот эту вот бутылку. Как она выглядит? Значит, первое, что мне лично бросается в глаза, то, что здесь вот эта вот крышка с надписью Виктория Сикрет, она находится сбоку. И, ну, очевидно, я уверена, Виктория Сикрет в оригинале так бы никогда не сделали, они бы сделали вот так. Ну, потому что это просто, в противном случае, это очень тупо. Но в нашем случае, если мы хотим закрыть продукт, он будет только сбоку. И все брендинги, они сбоку. А, во-вторых, очень неаккуратно приклеена наклейка. Не похоже на правду. Вообще, этот продукт, я сейчас смотрю, стоит 1400 рублей. Блин, ребят, вот честно, ну, не похоже это на оригинал. Вот серьезно. Не знаю, когда объяснить, но просто я смотрю все фотографии в интернете, и он выглядит иначе. У него даже крышка как будто бы, блин, другая. И вообще все эти упаковки другие. Но, к сожалению, нет огромного количества какого-то видеоконтента, чтобы прямо детально посмотреть. Но я в шоке. Ну, короче, ладно. Не будем заниматься голословными обвинениями. Может быть, реально там какой-то оригинал просто вот он ужасно выглядит из-за того, что он уничтоженный. Я, честно, получила больше вопросов, чем ответов. Но на этом не все. Так, мы решили подойти и посмотреть вообще отзывы, что пишут про этот адвент, потому что, ну, кому-то, наверное, это все-таки должно понравиться. А теперь смотрите на отзывы. Тут просто другие вещи. Это реально абсолютно рандомный адвент-календарь. И ты вообще не знаешь, что ты получишь. Тут реально, смотрите, маски, которых у нас не было. Вещи, которых у нас не было. И вообще, типа, посмотрите, состав продуктов вообще разный. Я даже молчу про цвета. Пришел кому-то без одной коробочки. Все остальные отзывы при этом хорошие. Даже интересно. Вот серьезно, людям за такие деньги нравится это все? Ну, может быть, я, конечно, сильно запариваюсь, и вы тоже думаете, что это отличный адвент-календарь. Ну, а дальше надо купить вот это. Обязательно напишите, что вы думаете насчет этого адвента, потому что у меня нет слов. Не знаю, что еще сказать. Смотрите предыдущее видео с адвент-календарем. Пока. Вы просили, и вот она проверка гигантского адвент-календаря от Vivienne Sabo за 12 тысяч. Блин, ну он реально как трия. Гигантский. Буду тестировать и делать свочи, чтобы перестали спамить а-ля. О, вы же эти блогеры, они совсем сжрались и врут. Ладно, давайте проверим этот адвент. Субтитры сделал DimaTorzok